дорогие друзья приветствую вас на канале одесской кухни большой привет из солнечной одессы приготовим сегодня прекрасно замечательное блюдо блюдо которое часто готовили наши предки рецепт называется волшебный цыпленок в тесте с ароматами травами и лимоном откуда взялось это интересное блюдо и почему именно нам цыпленка нужно запекать в тесте а все очень просто как наши предки поначалу готовили мясные изделия добывали добычу брали например ногу если добыча была небольшая то 10 15 килограмм убирали все внутренности как некоторые фильмы показывают прямо на костре жарили это мясную вкуснятину в данном случае никто этого не делает но принцип сохраняется тот же нам нужно сделать наружную оболочку чтобы цыпленок получился нежнейшим мясо обалденным и ароматно таяло во рту вот с этой целью придумали это тесто дорогие друзья и чтобы цыпленок в тесте у нас получился да с ароматными травами и лимончиком при этом и получили истинно кулинарное удовольствие слушаем 1 одесский анекдот в одесской маршрутке дама уронила на пол монетку водитель шутя говорит все мадам что упала то мое мужчина в этом сильно не дергайте транспортом а то если я счастье упаду то такого счастья вам уже не унести первое чего мы начнем это с уважительного отношения к цыпленку как-никак цыпленок у нас фермерский не магазины сколько мы там несколько месяцев поэтому начнем с маринада берем 4 крупных зубчика чеснока натираем их на мелкую терку пиалу мои хорошие знакомые когда-то познакомили с этим рецептом цыпленка слушайте это такая красота это так волшебно и вкусно нежное мясо ароматная боже это нужно хотя бы раз жизни попробовать потом будете делать это регулярно и не только с цыпленком такое виде можно делать с любым видом мясо только нужно подбирать температурный режим и время приготовления индивидуально следом идет одна десертная ложка соли без горки из пряности 67 щепоток черного молотого перца пару щепоток тимьяна пару щепоток чабера хорошо с мясными изделиями сочетается пару щепоток чили а для любителей острых ощущений можно даже добавить 1 4 или половины чайной ложки у меня жгучие блюда не очень любят семья поэтому мы чили немножко разбавим половиной чайной ложки паприки как не как родственник но не такой жгучий друзья но это еще не все помните в ингредиентах гордо красовался лимон вернее половина лимона поэтому мы от половины лимона натираем на мелкой терке цедру в качестве ароматизирующей части нас интересует именно от 1 миллиметр желтой кожицы лимона белая нас не интересует пока что лимончик хорошо чистим моем смываем парафин желательно делать это под теплой водой хорошо просушить и только после этого он попал к нам прекраснейший кадр в ароматнейший бы даже сказал лимончик пока оставляем он нам будущем еще понадобится ну и завершаем ароматную композицию нам нужно всю эту красоту объединить объединить нас правильно 3 столовые ложки оливкового рафинированного масла которое через 10 минут станет просто таки ароматным пряными волшебно все это вместе соединяем перемешиваем течение одной минуты и даем настояться ровно 10 минут его величество цыпленок или молодая курочка что мы делаем поскольку у нас в маринаде присутствует объединяющая часть растительное масло а жиры очень плохо взаимодействию с водой как холодном виде так и в горячем поэтому чтобы маринад сделал свое дело нам нужно вообще-то бумажными салфетками кухонными салфетками убрать лишнюю влагу снаружи цыпленка вот под крылышко подмышкой делаем один неприличный анекдот старый сбородка общаются две одесситки цели ты потеешь подмышкой не я потею под ображкой цыпленок свежайший свежее не бывает даем еще подсохнуть течение 10 минут нашему цыпленку кстати судя по длине ног скорее все это цыпленок мужского пола и пока все там себе раз прекрасно отдыхают практически на одесском пляже мы нарежем лимончик безапелляционно содранной цедры нарезаем ломтиками шайбами заготовки все есть цыпленок своей собственной персоной дальше все делаем очень быстро друзья но аккуратно специи соль гармоничной в полнейшей оливковой гармонии выкладываем и натираем хорошо тщательно и красиво снаружи изнутри делаем так чтобы цыпленок у нас получился ну просто волшебно просто ну ради этого стараемся друзья ради себя стараюсь кого бесит работать ложкой можно сметок серго не считай трубу можно смело брать это делать руками как говорила моя бабушка рыба птица и молодица берется руками вы знаете что то в этом есть чем старше становлюсь тем больше понимаешь что шот вот что то в этом есть друзья честно говоря не выдержал перешел на ручной режим работы так будет гораздо быстрее лаконичнее и никто не остается обделенным помните наш лимончик раз прекрасно а лимончик вот эти все ломтики забрасываем внутрь что друзья такую курочку я думаю где-то на час минимум на час нужно ставить промариноваться идеальный вариант на ночь но хотя бы на час цыпленку предстоит готовиться в тесте поэтому самое время его замесить с этой целью берем три стакана пшеничной муки высшего сорта два раза и и просеиваем что тесто было более воздушным что ли так по крайней мере пишут некоторые кулинары заодно освобождаем маслившийся комочков от несъедобной части ну и так далее таки не зря мы это делаем затем вводим по пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара смотрите для чего это дело в данном случае в этом рецепте этот рецепт не предполагает что нам это тесто придется кушать то есть тесто обычно выбрасывают она может быть там сгоревшего зависимости от температуры и вообще само духовке специфики само духовке наши но так или иначе я все-таки предлагаю мы будем готовить относительно небольшом огне поэтому я добавляю соль и сахар чтобы было гораздо приятнее кушать вместе с этим тесто в которого он запекался это наиболее логично все перемешиваем вливаем один стакан воды и замешиваем не крутое тесто которое не липнет рукам тесто вымешиваем в течение 8-10 минут хорошо это делаем не ленимся чтобы соединилась мука жидкой частью и чтобы себе поднять настроение скоротать время слушаем еще один короткий одесский анекдот хочу слушаю жену не хочу лежу травматологии вымесили красиво эластичное тесто накрываем полиэтиленом пакетом даем минимум течение 40 минут выставится тесто отправляем на выставку прошел час тесто красивейшее выставилось что мы дальше делаем дальше все очень просто нам нужно будет раскатать с очень тесто пока мы будем раскатывать во всю разогреваем духовку рабочая температура 200 градусов раскатать такого размера тесто нужно что мы положили в центр него цыпленка и замкнули и сделали шов сделаем такой большой пирожок только у нас начинка будет необычная целый замаринованный цыпленок раскатываем тесто примерно до толщины пол сантиметра нам нужно будет раскатать немножко с очень овально ушел длинные ноги у цыпленка самец красавец немножко длинного сделали вот цыпленок перекладываем все пряности все пряности закладываем внутрь всю эту красоту дальше если мы сейчас не сделаем один фокус все наши труды пойдут на смарку почему при температуре мясо начинает себя вести непредсказуемо и начинают вести курицу по суставам поэтому нам суставчики нужно слегка прохрустеть серго просто сходит с ума это вкуснятины чтобы точно быть во всем уверены нам нужно будет ниткой или бечевкой связать ножки чтобы они себя вели так как нужно все с этой задачей мы превосходно справились теперь нам нужно как можно плотнее чтобы тесто облегло нашу курочку почему если останется лишнее пространство лишний воздух он будет что делать правильно он будет увеличиваться в размерах и разрывать плотно защипываем чтобы сохранить все лучшие ароматы внутри чтобы запечатать все лучшие соки и ароматы внутри и выкладываем этот большой пельмень большой варенье на противень застелен на пергаментной бумагой все друзья у кто по внешнему виду скажет что здесь находится цыпленок дальше закладываем духовку при температуре 200 градусов если мы имеем дело с цыпленком магазин и ровно час двадцать но поскольку в данном случае это цыпленок этот цыпленок домашний поэтому готовится почти два раза дольше на два часа при температуре 200 градусов 200 градусов час 60 то есть на два часа и отправляем чуть искал свадебное и отправляем в прекрасное кулинарное путешествие нашу курочку до встречи в финале друзья прошло 55 минут вот обратите внимание уже тесто имеет хорошую румяну со всех сторон серго как только почувствовал запах цыпленка чуть не сказал цыпленка табака ну просто стал неистово себя вести неистово активным но также любит мясо серый хищник этот греческий бог котов да а любит мясо ну что придется поделиться серго давай дождемся пока приготовлю потом мы 100 поделимся хорошо а то как то в сыром виде они не пригожи есть такому кошерному коту мурчащий кот мурчащий 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 хищник ну что дорогие мои готовы вот такая красота на сегодня с вами получилось обратить внимание цыпленок готов цыпленок сочный цыпленок нежный мурчащий мурчащий ароматное мясо с не менее нежнейшим хлебом мурчащий дорогие мои когда вы отведаете эту вкуснятину обязательно поделитесь с лучшими друзьями знакомыми родственниками сделайте репост на самый кулинарный простор интернета ставьте лайки пишите вкусные комментарии нажимайте на колокольчик чтобы такие шедевры вам попадали всегда вне очереди подписывайтесь на канал детской кухни берегите себя и свою семью приятного аппетита пока